Всем привет, друзья! Вы на канале Натали. Прошло 8 месяцев, даже, не представляете, мне даже не верится о том, что прошло уже 8 месяцев, как я изменила своё питание, как я меняюсь сама, мне это вообще не верится. И самое главное, знаете, что самое интересное во всей этой ситуации, что, ну, я думаю, что каждая женщина в своей жизни хоть раз худела, сидела на какой-либо диете, либо как-то себя ограничивала в еде, и всё равно это всё такое короткое. То есть даже короткое в плане, ну, месяц-два, а я уже 8 месяцев. То есть я считаю, что 8 месяцев — это большой срок, и я считаю, что чем больше это всё выстраданное и, не знаю, такое долгожданное, тем больше это ценится. Когда это быстро сбрасываешь, как-то не замечаешь, какой ценой ты это сделал, да, то есть сколько ты сил этому приложил, и, соответственно, не так этому дорожишь. Здесь 8 месяцев, я считаю, что это хороший результат. Не буду томить, да, скажу сразу. Я предупреждала на коротких шотсах, да, что этот месяц у меня был больше не скидочный, то есть я не старалась скинуть вес, я старалась про, как сказать, да, проэкспериментировать, как его ещё удержать. То есть в моём случае, как мне нужно питаться, в каком режиме, сколько кушать, многие задают вопрос. Я питаюсь 3-2 раза в день? Нет. Я питаюсь также в обед, в обед просто я не снимаю своё питание лишним, как говорится, не забиваю, да, эфир, но я в любом случае в обед кушаю. В обед я ещё раз повторю, у меня вот когда были сезонные фрукты именно там арбузы, то есть арбуз обязательно, или арбуз, или дыня, но больше арбуз. Сейчас, ну или вообще, да, вот так в основном всегда, какие-то всегда фрукты, то есть сейчас там зимние груши, которые у нас остались там по сезону, яблоки, то есть я, конечно же, в день едаю одно-два яблока, либо грушу. Сегодня вот мама резала свежую тыкву, и тыква попалась очень сладкая, то есть я ела просто свежую тыкву, то есть не варёную, никакую не тушёную, а просто свежую тыкву. То есть она, если взять очень-очень твёрдую хурму, то есть по вкусу они примерно идентичны для меня, то есть у хурмы, которую сейчас можно купить в магазине, не которая вяжет, а кролёк очень жёсткий, то есть у него тоже есть вот этот вкус тыквы, так и здесь. Что? Греческий йогурт. У меня обязательно в доме будет греческий йогурт, это 100%. Что ещё? Я сейчас себе могу позволить манго, сейчас даже покажу его, далеко не будем уходить. Здесь вот такой манго. Я себе могу позволить одну-две штуки в день, не больше. Вот такого манго. Примерно здесь 50 грамм в одной, в двух примерно. Поэтому это примерно где-то будет 150 калорий. Это сладенько, он идёт без сахара, он идёт сушёный. То есть мне очень нравится сам фрукт. То есть я считаю, что неплохая альтернатива для того, чтобы что-то перекусить. Нет, у меня нет жажды сладкого, то есть я в принципе хорошо без сладкого справляюсь, без фруктов я никак не справляюсь. И поэтому этот месяц у меня был такой, именно экспериментировала, как именно удержать, а не как сбросить. Сбросила я в этом месяце 1 килограмм. То есть в любом случае 83 килограмма я сейчас вешу. Получается, что я сбросила уже 37 килограмм за 8 месяцев. Я считаю, что это отлично. Многие в комментариях там проходятся по моим бровям или ещё что-то, да, то есть сразу скажу, ребят, мы всегда смотрим сначала в зеркало на себя, красивых, а потом обсуждаем других. Я хочу сказать, что когда женщина счастливая, когда женщина во всех смыслах удовлетворённая даже жизнью, она не будет никому никогда писать гадости в комментарии. Те люди, которые пишут комментарии в гадости, то есть, соответственно, исходя из моих слов, они не удовлетворённы жизнью. И если вам от вашего комментария как-то легче становится, и вы где-то себя удовлетворяете, пусть будет так. Я не против. Я хорошо отношусь к критике, спокойно. Поверьте, от ваших гадостей я не плачу в подушку, и, слава богу, сон у меня из-за этого не уходит. Но вернёмся обратно к моему питанию. Я уже говорила, что я внедрила в свою жизнь ещё спорт. Спорт я делаю нагрузки сейчас на живот, больше на нижнюю часть, и нагрузки делаю бег. У меня сейчас бег происходит. Начала я с 10 минут, и прибавляю потихоньку-потихоньку. Бег без остановки называется. То есть, засекаю, и потихоньку побежала. То есть, это для меня сейчас, в принципе, неплохая такая, ну, как альтернатива для того, чтобы какой-то спорт в свою жизнь запустить. Конечно же, сейчас мне это всё легче, чем, например, да, раньше было такое ощущение, как будто я прыгала на ватные ноги. По поводу питания, именно обеда, я объяснила, что у меня фрукты. Это обязательно манго, греческий йогурт. Я съедаю баночку, 250 грамм. Мне вполне отлично, мне нравятся всё. Витамины я пью все те же. Единственное, сейчас я не пью коллаген. Вот. Но омега-3 обязательно, и витамины для волос. Кстати, насчёт витамин, скажу так, для волос. Я пропила уже, наверное, на 3 месяца. То есть, где-то одна баночка на 2 месяца. Сейчас я пропила вторую баночку, больше, наверное, половины, где-то так. И я скажу, что 100% есть результат. В моём случае это 100%. То есть, у меня прям пошли, я не знаю, сейчас видно, будет не видно. У меня пошли эти пеньки. То есть, у меня прям эти пенёчки, пенёчки, пенёчки везде повылазили. То есть, ну, я думаю, что на камере видно. В очках я для того, чтобы, так как у меня экшн-камера с маленьким экраном, и чтобы я не щурилась, когда смотрю в камеру, я, соответственно, одела очки, чтобы это было более эстетично. Так как ребёнок у меня маленький, младшая дочка, у меня нету пока времени, чтобы разобраться полностью в этой камере. Как самой себя сложновато снимать, поэтому я пока что, как говорится, своими силами, штативом, камерой как-то так вот справляюсь. Вот, у нас это окно, мягко говоря, пасмурно. Я не знаю, сейчас, наверное, будет видно. Мои цветочки. Ну, наверное, вот так вот, наверное, лучше будет вот так. За окном прям такая погода. Так себе скажу я вам. Сейчас уберу навесочку. Вот. И опустим. Оп, чтобы меня было лучше видно. Вот. Что дальше мы? Расскажу о том, что, чтобы удержать вес, не нужно, если вы уже на правильном питании, там, какие-то особые навыки. Нужно очень важно для себя понять. Вот мне нравится тот результат, которым я, как говорится, добиваюсь. Я пять лет никакие вещи себе особо не покупала. Только по острой необходимости. То есть, например, зима, а будь нечего, я даже последние несколько лет брала, сейчас поймете меня, резиновая калоша и вверх баллон. То есть, вот, ну, то есть, мне настолько было плевать. Главное, чтобы мои ноги туда влезли, потому что есть люди, которые поправляются только, например, больше наливаются наверху, у кого-то больше низ. А я, мне кажется, толстею даже до кончиков пальцев. У меня сейчас вот опручальное кольцо, они на том пальце. Так как оно раньше, когда я весила 120 кг, как врезалось так в палец, что у меня аж прям были, ну, как, да, как такие лунки. А сейчас у меня кольцо вообще не держится на пальце, то есть, и приходится из-за этого одеть его на этот, на этом он хоть чуть-чуть держится. Ну, с камнями, к сожалению, я не знаю, вряд ли они сейчас уменьшат это кольцом, потому что, по-моему, с камнями там более сложно всё идёт. Поэтому как-то вот так сейчас, но меня это не расстраивает, сто процентов. Вот, единственное, конечно же, я понимаю, что сейчас я ещё хочу примерно как минимум килограмм 13 сбросить, это сто процентов. Вот, я уже там и на весну взяла джинсы, ну, то есть, хочу показать вам, конечно, их, вот, сейчас чуть попозже. Но в любом случае нужно понимать, что кожа на лице, ну, то есть, меня, может быть, не так волнует, там, живот и ноги, да, там, мёдра. Но на лице, конечно же, я думаю, что придётся какую-то делать, ну, косметическую, да, то есть, там, какие-то, может быть, коктейльчики, может быть. Опять же, может быть, в комментарии напишите, если кто-то есть, кто меня смотрит, косметолог, посоветуйте, что в моём возрасте можно сделать такого, чтобы был небольшой эффект, да, лифтинга, но в то же время не было сильного вреда. Вот, потому что ботокс и всё остальное, это, конечно, сейчас на данный момент нет, но какие-то, может быть, витамины, я бы, конечно, бы, да. Вот. Состояния, конечно же, энергии много, благодаря тому, что вес ушёл, да, уже такой, то есть, 37 килограмм, это, я считаю, что значительный вес для человека, как мой муж говорит, мешок цемента. Поэтому, конечно, легче, нравятся вещи, как на мне смотрятся, даже, знаете, если раньше я не любила фотографироваться, сейчас мне это более нравится, да, то есть, как-то, то есть, я понимаю, что во мне сейчас 83 килограмма, и я не жду того, что, ммм, такая модель сейчас будет, но в любом случае, на фоне того, что 120, те люди, которые не были в 120 килограмм, меня не поймут 100%, это, вот, знаете, мне кажется, поросёнок симпатичнее, я не хочу никого обидеть, я говорю, чисто, чисто исходя из своего опыта, это поросёнок прям, понимаете, глаза где-то там внутри посажены, всё заплыло с жиру, то есть, мы все, в принципе, по сути, все индивидуально красивые, но лишний вес, он вообще полностью съедает вот это внешнее состояние, и как человек выглядит, это, ну, то есть, не, так сказать, как вы на самом деле выглядите, и как уродует вот этот лишний вес, это, конечно, два разных человека, и, конечно же, я очень многим советую, рекомендую, попробуйте начать, и самое главное, изначально, конечно же, всё идёт на психологическом уровне, в первую очередь, примите то, что это будет питание ваше всегда, то есть, не надо думать, а как же вот я вот без бургеров, да, отлично, отлично, то есть, если брать на одни весы вашу внешность, внимание, там, или, опять же, если вы свободная девушка, женщина, если вы хотите либо внимание мужское, да, то есть, если вы свободны, либо, там, внимание мужа, либо на одни весы вы больше удовлетворите себя гамбургером, ну, конечно же, кушайте гамбургер, если вам от этого легче, но если вы хотите именно себя чувствовать морально более, вот как-то, знаете, ну, радостнее, наверное, да, то есть, это в любом случае состояние приятнее, чем когда вы себя угнетаете, что-то переели, что-то съели, спрашивают у меня многие, ну, как, срывалась ли я, нет, ну, как, единственное максимум, что, если считается срывом, это я позволяла себе, например, больше фруктов съесть, чем положено, но я не считаю, что это такое страшное что-то, и то, что я скинула в этом месяце килограмм, меня вообще не расстроило, то есть, благодаря тому, что я внедрила в свою жизнь спорт, все мы знаем, что мышцы, они немножко тяжелее, чем жир, да, то есть, соответственно, может быть, еще поэтому какие-то, может быть, да, не такие результаты, как я, но в любом случае, сам результат, который я вижу в зеркало, меня уже очень радует, поэтому в любом случае, те, кто хочет начать что-то в себе менять, 100% начинайте, самое главное, себя подготовьте морально к тому, что вы немножко помучитесь, но что-нибудь получится в любом случае, и поэтому наберитесь сил, терпения, ничего будет сложновато, но вы справитесь, потому что вы сама себе хозяйка, и поэтому вы решаете, как лучше вам, а не ваш какой-то, знаете, желудок, который может, да, за вас что-то, тем более, я раньше как-то не думала об этой фразе, мы то, что мы едим, на самом деле, это так, я сейчас не придерживаюсь того, что надо вот только овощи есть, или там, ну, опять же, нам достаточно не так много, чтобы, в принципе, наесться, и энергии, чтобы была, заряд энергии был на хорошее время, да, то есть там на 3-4-5 часов, бывает даже больше, но мы считаем, что вот надо, чтобы энергии было много, нам нужно полпоросёнка съесть, чтобы вот именно, нет, организму много не надо, поэтому мы слишком много нагромождаем свой желудок тем, чем не нужно, как в мусорную яму, вот, поэтому я считаю так, состояние морального, в любом случае, и психологическое, очень важно для женщины, для семейного очага, для семейной жизни, и, как говорится, когда у вас есть и дети, и, то есть, если вы нравитесь себе, потому что, почему я делаю, ну, вообще начала, потому что мне в зеркале не нравилась я и сама себе, вы знаете, когда ловишь себя на мысли, что ты не смотришь в зеркало, но не смотришь особо на себя, то есть на какие-то определённые, там, глаза красишь на глаза, то есть, но смотреть на себя полностью тебе не нравится, потому что то, что ты видишь в зеркале, ты не считаешь, что это ты и есть, это ты, то есть ты не принимаешь себя, а что может быть хуже того, чтобы ты себя не принимал? Это просто видеть человека, который просто неприятен тебе, мягко говоря, поэтому пока вы молоды, пока позволяет вам здоровье, я считаю, что почему бы не взяться за себя, не взять себя в руки и начать, тем более, хочу сказать, что без камер худеть намного проще, когда я худею с камерами, мне нужно каждый раз думать, что приготовить, если бы я худела без камеры, это было бы намного, то есть, я поела и забыла, то есть, вот, честно сказать, у вас самое главное, чтобы вы питались, вот как я по принципу питаюсь, я питаюсь где-то с 11 до 6, стараюсь так, если это позже 11, то есть, я там около 12, значит, бывает, опять же, это не высчитываю, бывает, просто времени не хватает, уже время поджимает, уже почти 7, а я еще не кушала, это не потому, что я так запланировала, потому, что слишком много было дел, и я, соответственно, вот в этих делах всех запыхалась, и пока не успела покушать, но в любом случае, я даю себе, вот, образно говоря, да, там, с 11 до 6 покушать, остальное время я не ем, может быть, это даже приравнивается к интервальному голоданию, моё самое любимое, мой завтрак, это яичный блин с двух яиц, ложу еще не на блин, еще даже не схватившийся, ложу грудку, на другую сторону ложу нарезанные слайсами грибочки, солю, перчу, закрываю крышкой, то есть, я даю примерно около 10 минут на медленном огне, чтобы схватилась грудка, замороженная, и грибочки свежие, и потом я кидаю грамм 15 сыра, ну, можно потереть, можно мелко-тонко порезать, и также под крышку складываю в конвертик, и мне это очень нравится, то есть, это вкусно. Второй вариант мне нравится творог, овсянка, овсянка запаренная в кипятке, все перебиваю на блендере, добавляю яйцо, выливаю, опять же, на пергаментную бумагу, под крышкой, и немножко сыра потом уже между ними, когда складываю в конверте, ну, в полукруг, да, ну, пополам. И вот этот второй вариант, это мне очень нравится, ну, а на третьем, конечно же, кексы, кексы больше мне нравятся с зеленью, ну, соленой, но в любом случае мне они очень заходят. На ужин мне нравятся отбивные куриные с грибами и сыром, можно с ананасами и сыром, тоже очень нравится, и, наверное, третий вариант, тушу капусту с морковкой, с грудкой, и гречку добавляю. Вот это тоже мне очень нравится, так что вариантов много, у каждого свой, как говорится, любимый вариант, что покушать, но в любом случае это разнообразно. И если что-то хотите сладенькое, также, пожалуйста, манго, также, пожалуйста, замороженные ягоды. Круглый год у нас в магазинах продаются разные фрукты, поэтому только ваша фантазия, ничего более. Если вы уже себя в своей жизни уберете жирное уже и сладкое, уже будет хорошо, уже будет процесс, медленно, но верно. 100%. Главное верить в себя, главное взять себя в руки и главное идти к мечте. Как говорится, мечта сильно не заставит себя ждать и даст результаты. Сейчас хочу вам показать, как на мне будут джинсы. Два варианта джинсов я купила, и сейчас покажу вам, как они на мне сейчас смотрятся. на счет раз-два-три показываю, как на мне джинсы сидят, а вы пишите в комментарии, как вам такой вариант. И, кстати, если понравятся джинсы, пишите, я оставлю вам артиклы в валберис. раз-два-три это размер 52, но, не знаю, подумав, может быть, перезаказать на размер поменьше. Пока думаю. Сейчас второй вариант покажу. Так, и второй вариант джинсов покажу сейчас. И еще хочу показать, я уже показывала в видео это платье, но хочу показать, как сейчас оно на мне будет смотреться. А вот и платье. И сейчас покажу, как оно на мне сейчас смотрится. Вот. и платье. Поехали. 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 И здесь конец. И все. Поехали. 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 Отгintegr, Надеюсь, вам понравились мои образы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и делаю это все я от души, ничего, как говорится, да, не прося взамен, просто поддержите меня, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, и мне будет уже приятно. Давайте вместе худеть!